По мотивам выступлений, некоторые может быть предложения для раздумья. Вадим Витальевич поднял важный вопрос, что надо этот механизм запускать и принять законопроект о выборе арбитражных учреждений. Но может быть нам пойти по другому пути, потому что все семь арбитражных учреждений достойны и сложно из них выбрать объективно. Может быть нам предусмотреть такой механизм, что если спор из 44-го закона возник, коммерческая сторона вправе выбрать любое из семи арбитражных учреждений. У них нет порока воли у коммерсанта. Есть порок воли у чиновника, коррупционная составляющая теоретически может быть какая-то. Из этой проблемы можно решить. Возник спор, направляется коммерсанту претензия с предложением выбрать арбитражное учреждение. Если коммерсант не воспользовался этим выбором, значит чиновник идет в государственный суд. Если воспользовался, значит в соответствии с арбитражным учреждением. И в принципе уйти от этой дискуссии. И сейчас можно было бы запустить. В принципе даже как временная мера вообще можно предусмотреть, что в арбитраж может передавать споры из 44-го закона только коммерсант. А чиновник только может в госсуд. Такой вариант тоже возможен. И посмотреть, как будет складываться практика. Кстати, в отношении таких споров можно в принципе уйти от принципа конфиденциальности. Они должны быть действительно открыты. Тут скрывать нечего. Второй сюжет, который звучал, это по корпоративным спорам. Я хотел бы обратить ваше внимание, что есть одна проблема у нас сейчас в законе. О том, что для того, чтобы включить в устав третейскую оговорку, нужно единогласное решение участников. А получить его, ох, как сложно. Особенно в саморегулируемых организациях, где 500 членов. Кто-нибудь обязательно проголосует против или воздержался. Может быть надо исключить эту норму и установить квалифицированное большинство. Для того, чтобы ликвидировать организацию достаточно квалифицированного большинства. А для того, чтобы оговорку включить, наверное, тоже достаточно было бы. И последний сюжет. Как стимулировать государственные компании, что я стою в арбитраже. Мне кажется, надо подготовить директивы у правительства Российской Федерации, членов Совета директоров, компании с госучастием. В котором поручить представителям государства Совета директоров вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об использовании арбитража для разрешения споров. Мягкая совершенно формулировка, чтобы люди хотя бы задумались об этом. Чтобы поставили своим юристам задачу изучить вопрос, поработать, доложить и так далее. Кто-то сочтет, что надо идти в арбитраж, кто-то сочтет, что им это не нужно сейчас. Это выбор, конечно, будет в каждой компании. Но таким образом мы хотя бы ситуацию подсветим и создадим стимулирующий фактор для развития арбитража в России.